Добрый вечер! В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Банковская тайна. Кого служба безопасности поймала на взятки в 5 миллионов долларов? До драки не дошло, до дела тоже. Почему в зале Верховной Рады критически не хватает народных избранников? Призрак, млада олигарха. Какие компании засветились в махинациях с импортным топливом? Сегодня ровно три года, как Петр Порошенко принял присягу и стал президентом Украины. Противостояние российской агрессии, борьба с коррупцией, интеграция в ЕС. Давайте вспомним, что происходило в стране в течение последних трех лет. Петр Порошенко, самый молодой президент Украины, после революции достоинства победил на выборах, получив 54% голосов. Первым визитом нового главы государства тогда стала поездка на Донбасс, в зону проведения АТО, где временно было оглашено перемирие. Однако боевики, захватившие украинскую территорию, его не соблюдали. Как следствие, вооруженные силы Украины начали спецоперацию, освободив более 60 захваченных городов и сел. Спустя семь месяцев в Минске по инициативе Украины были подписаны соглашения о шагах по деэскалации ситуации на Востоке. За прошедшие три года Украина начала активную реализацию плана по интеграции в Евросоюз. Было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, отказ от которого беглецом Януковичем и привел к массовым протестам на Майдане в декабре 2013 года. Одним из главных решений стало и предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом, который вступает в силу в ночь на это воскресенье. Как заявили в руководстве ЕС, это стало следствием выполнения Украины плана проведения реформ. Тем не менее, в Европе пообещали и дальше пристально наблюдать за тем, как Киев ведет борьбу с коррупцией, организованной преступностью и защищает свободу слова. Сегодня президент встретился с главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтером. Последний подтвердил, что Швейцария отменит визовый режим для Украины с 11 июня. И владельцы биометрических паспортов смогут без специального разрешения посещать Швейцарию и другие страны Шенгенской зоны. Владельцам же бумажных документов теперь будет легче оформить право на въезд. Соглашение об этом подписал сегодня главный дипломат Украины Павел Климкин. Обсудили со швейцарским гостем и ситуацию на Донбассе. Дидье Бургхальтер недавно побывал в Мариуполе. Он привез гуманитарную помощь, реактивы для очистки воды и медикаменты на сумму около 600 тысяч долларов. Важливо, что Швейцария поддержала и поддерживает нас в нашей борьбе за независимость и территориальную целесность Украины. А что касается России, разговаривать с Россией на основе доверия за вызначением неможливо. Но критичный диалог с Россией важливый. И такой диалог мы ведем за допомогою всей трансатлантической спільноты. Нужно договариваться, нужно больше делать для того, чтобы предыдущие договоренности выполнялись. Если бы была возможность отвести крупнокалиберное вооружение, то мы могли бы скорее установить мир в этом регионе. Петр Порошенко в тройке лидеров по результатам соцопросов. По данным Центра социсследования «София», если бы президентские выборы состоялись на этой неделе, то за главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,5% опрошенных. Петр Порошенко завоевал доверие 11% избирателей, а 10,7% украинцев отдали бы свои голоса за главу оппозиционного блока Юрия Бойко. Примерно такая же картина по парламентским выборам лидирует «Батькивщина» 10,8% опрошенных, оппозиционный блок 10,3% и блок Петра Порошенко у него 9,8%. Если бы на момент опроса проводились президентские выборы, то лучшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Указанные претенденты имеют равные, примерно равные шансы попасть в третий тур, поскольку различия в показателях поддержки статистически незначимы. В антирейтинг, по данным Центра София, попал представитель Народного фронта, министр внутренних дел Арсен Аваков. 82% избирателей не хотели бы видеть его во власти, как и секретаря СНБО Александра Турчинова и лидера партии Народный фронт Арсений Юценюка. Кроме этого, 63% выразили недоверие полиции. Я напомню, что всего просили 1 217 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины. Статистическая погрешность не превышала 3%. Рекордный улов на взятки в 5 миллионов долларов. Спецслужбы задержали уполномоченного по фонду гарантирования вкладов физлиц. В такую сумму чиновница оценила свои услуги для бывших владельцев одного из украинских банков. По версии правоохранителей, преступную схему она разработала, исполняя обязанности временного администратора в финучреждении. Для его, экс-бенефициаров, она должна была достать архивные документы и содействовать в выводе средств. Задержание уже прокомментировал нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке. Он заявил о том, что это проявление в действии квотного принципа. Конкурс на позицию замдиректора распорядителя ФГФ прошел по договоренностям. Управлять ликвидаторами банков в фонде недавно избрали человека, по словам Каплина, экс-премьера Яценюка. В ГПУ уже заверили, что пойманная с поличным чиновница может попасть за решетку на 12 лет. Банк Акта Банк. Ликвидатор працював сам по этому банку. Затримание произошло в городе Дніпро. Свои послуги за не втручание ликвидаторов фонда в порядок погашения банковскими установками зобовязаний перед кредиторами вказанная службовая особа оценила в 5 миллионов долларов США, что становит 131 миллион гривен. Кроме этого, сотрудники СБУ провели обыски в 15 компаниях-импортерах топлива в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. Их подозревают в неуплате налогов на сумму более чем 200 миллионов гривен. Сырье в Украину ввозили из России и Беларуси через офшорные фирмы, подделывая документы, импортеры меняли цену и качество товара, таким образом занижая стоимость акциза. Как заявили в СБУ, незаконные схемы импорта сжиженного газа контролируются украинским олигархом-беглецом Сергеем Курченко, которого обвиняют в создании преступной группировки и неуплате налогов в особо крупных размерах. Среда традиционно у народных избранников малопродуктивна. Над чем они сегодня успели поработать под куполом? И почему заседание снова закрыли досрочно? Расскажет Екатерина Лысенко. Среда у депутатов традиционно. День ратификации и выступлений у трибуны. Свои заявления у каждой полицилы и первым делом слово берет оппозиция. Всей фракции НРДП вышли с требованием расследовать события 2 июня в Одессе. Другого червня в городе Одессе проводился форум «Женки за мир». На выходе из форума, на выходе из строительства, до Натальи Королевской подошло несколько людей, вдянутых в камуфляжную форму и создали напад. Свои требования обнародовала и самопомощь. Сейчас депутат от блока Петра Порошенко подает пропозицию скасовать идею создания антикоррупционного суда. Если в этой стране не будет создана суд, в том числе за помощью этого парламента, у граждан не остается другого выхода, как новое повстание против несправедливости. Из-за взаимных обвинений НРДП чуть не подрались, но обошлось все небольшой потасовкой. Более настойчивые требования сразу от нескольких фракций касаются медицинской реформы. Завтра обновленный документ будут рассматривать в зале, а пока задача найти голоса. Фракция Радикальной партии не поддерживает урядовые законопроекты про так называемую медицинскую реформу. Мне кажется, что это подвольные стандарты, потому что представители Радикальной партии работали в рабочей группе, даже были присутствием на НРД реформ, дали свои зауважения, которые на 100% врахованы. И после этого не поддерживать – это вопрос, наверное, к этой политической силе. Пока за реформу выступают блок Порошенко и фронтовики. Готовы поддержать инновации и в самопомощи, а вот Батьковщина еще определяется. Каждый год приблизно 700 гривен на человек в стране государство выделяет на медицинское обслуживание. Эти деньги сегодня попадают не людям в руки, а государственным бюрократам, чиновникам в областных департаментах. Реформа, которая сейчас предлагает, через Фонд здоровья передать эти деньги пациенту, а лекарь через договоры передать эти деньги лекарю. Каким образом будет работать вновь создана служба, потому что все деньги из медицинской обслуживания будут аккумулировать в этой службе. Она будет без конкурсов, без тендера распределять все эти деньги. Каким образом, в ручном режиме, по акту выполненных работ, таким образом, все лекарные и все ФАПы будут стоять вот так, просить деньги, потому что они выполнили работу, а им эти деньги могут не заплатить или оттягивать по оплате. Мы, как Батьковщина, изучаем, но сейчас мы видим, что структура самой медической реформы построена неверно. Ну а кто точно не поддерживает новации, так это оппозиционный блок. Влада сегодня пытается шляхом подмин запропоновать лишь какой-то фрагмент изменения финансирования закладов охраны здоровья. Когда будут вам говорить, что вы в стационаре должны заплатить деньги, и співоплату будет действовать вам уряд, то в этом законопроекте очень хитро написано, держава гарантует безоплатность паліативной допомоги, экстренной медицины, а в стационаре будет доплачивать, но она не гарантует полной доплаты, и какие процедуры этой доплаты абсолютно неведомы. Впрочем, завтрашнее голосование покажет, насколько документ может объединить зал. Сегодня профильный комитет еще раз шлифует документ. Но среди принятых сегодня лишь ратификации. Рада проголосовала за упрощенную экстрадицию нарушителей. Правда, голосов едва хватило. А еще документы о совместной с Молдовой охране Днестра. На том и закрылись досрочно из-за отсутствия нардепов в зале. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. В Кабмине сегодня занимались земельными вопросами. В Кабмине на заседании изменили правила аренды государственной земли. Теперь выделять участки госземагентство сможет только через аукционы. При этом максимум на 7 лет. Еще одно нововведение ограничивает количество земли, которую чиновники раздают бесплатно. Площадь таких наделов не должна превышать четверти участков, выделенных для аренды на аукционе. В приоритете по-прежнему остаются участники АТО. Это позволит сократить количество махинаций, как утверждает премьер. Владимир Гройсман также поручил МВД провести тщательную проверку подобных инцидентов. А Минэкономики подумают, возможно ли проводить аукционы через систему Прозорро. В целом ожидают, что благодаря аренде поступление в местный бюджет увеличится минимум на миллиард. В результате оформления земельных дел на местах, и про это свидетельствует информация правоохранных органов, в том числе и затримания, есть тотальное зловживание земли на местах. В соответствии, это терпеть невозможно. И нужно принимать решение, чтобы скасировать любые возможности, любого чиновника на любом месте, зловживать земельными ресурсами. Переважная большинство договоров, укладанных чиновниками Держземагентства, была подписана на термин максимально возможный 49 лет, и с минимально возможной ставкой аренды 3%. То есть, это фактически подарена земля, и это великое значение того, что в этих решениях есть коррупционные риски. Говорил премьер и о продаже земли. Эту реформу пока обсуждают, но Гройсман утверждает, что благодаря ей в селах увеличится количество рабочих мест, и будет развиваться малый и средний бизнес. А вот до отставки главы Укрзалезницы, войца Хабальчуна, сегодня в Кабмине не дошли. Хотя, как ранее сообщал министр инфраструктуры Владимир Амелян, еще вчера этот вопрос был в планах. Напомню, контракт с польским легионером истек еще 5 июня. Зато настоящий фурор в соцсетях произвела статья в корпоративной газете Укрзалезницы. В материале под заголовком «Любовь в дороге» описываются правила безопасного секса в поездах и электричках. Для многих пассажиров стало открытием, что, оказывается, перед тем, как заняться любовью, следует попросить у проводника страховочные ремни, которые предохранят вас от падения и травм. Вот так вот Укрзалезницы о нас с вами заботятся. Ну а в это время возле Кабмина сегодня снова протестовали. Жители Житомирской области приехали в столицу с требованием очистить реки Случ и Хамора, которые отравлены стоками. Люди жалуются, что вода серого цвета ежедневно на берегах находят мертвую рыбу. В загрязнении обвиняют картонно-бумажный комбинат, который расположен в соседней Хмельницкой области. Еще в марте минувшего года было открыто уголовное производство. Однако вопрос по сей день не решен. Напомню, в прошлом году на территории Барановского района уже фиксировали подобные загрязнения. Тогда даже объявили чрезвычайную ситуацию. И позднее стало известно, что во всем виновен Понинковский комбинат. Мораторий на экспорт леса нет, не слышали. Напомню, что в прошлом году за очередной кредит от ЕБРР Украина обязалась снять запрет на вывоз древесины. Официального решения пока нет, но при этом лес из Украины продолжают отправлять целыми эшелонами. Очередная партия кругляка была замечена на ЖД вокзале в Ивано-Франковске. Мы об этом сообщали вчера. И вот сегодня наши журналисты решили выяснить, куда направлялся этот груз. Вот эти фотографии с вагонами леса на днях в Фейсбуке выложила жена министра молодежи и спорта Ирина Жданова, подписав кругляк Ивано-Франковск вокзал. Сегодня вагоны с древесиной все еще здесь. Все те же или новые? Франковцы уверяют, здесь как конвейер. В составах древесины идут один за одним. Массово возить лес через Ивано-Франковск начали в 2014 году, рассказывают местные журналисты. Они пытались выяснить происхождение и направление грузов, а также тех, кто этим занимается. Направляли десятки запросов, но ответов так и не получили. Мы обратились как до управления лесового и мисловского хозяйства, так и до местной дирекции залезничных перевезений. Взагалі было вказано в відповідях про те, що запитана информация, не відноситься до публичного, що це коммерційна таємниця. С нами представители управления лесного хозяйства оказались разговорчиві. И уверяют, в этом году за границу не вывезли ни единого кубометра. А древесина, которая сейчас на вокзале, скорее всего, белорусская. Це вагони, які йдуть, тобто, с позначкою республіка Білорусь. І я думаю, не то, що я думаю, я стверджую, що деревини, скажем, порід Ялини, Ялиці, і тепер вже і Сосни з першого січня 17-го року, з держави України в діловому вигляді, в діловій, я думаю, що її не виїжджало. Але в управлении железнодорожних перевозок нам предоставили другу інформацію. Древесину возять примерно 100 вагонів в день. І вся она із українських, а не белорусських лісів. Ліс йде з усієї України. Це не франківський ліс, так як декуди журналисты приходять в франківську, вантажить ліс. Неправда. Є децікостанція, які вантажують ліс. Це ліс, транзитний вантаж, який йде на Руменю. А звісно це український? Однозначно український. Є белорусські вантажі. Товарний вагон вміщає примерно 80 кубометров древесини. І кожний день через Прикарпаття відправляють до сотні таких вагонів. Получається, в країні, де действують мораторії, за один лише місяць за границей уходять десятки тисяч кубометров леса. Діана Клочко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробності телеканал «Интер» Івана Франковськ. В Україні продолжають горіти свалки. Вчера в Днепропетровській області, сегодня в Полтавській. В Перятине загорелся городський полигон. По предварительным данам, открытого огня не було. Тлел мусор. Как рассказали спасатели, пострадавших и погибших, к счастью, нет. Пожар потушен. Причина сейчас устанавливается. Почти сутки боролись с возгоранием пожарные и во Львовской области. На стихийной свалке в селе Лисиниче под кучами отходов произошло возгорание. Повалил дым. Тлел в основном строительный мусор. Спасатели его залили водой. И, по их словам, угрозы нового возгорания пока нет. Экологические проблемы грозят и Соединенным Штатам Америки. Если не приложить усилий, именно над США может образоваться огромная озоновая дыра. По крайней мере, так утверждают ученые из Гарварда. Как американцы реагируют на решение Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения? Подробнее Елена Абрамович. Парижскому соглашению быть. Даже если президент США Дональд Трамп считает, что его страна не должна участвовать. Когда лидер не слышит. В Евросоюзе апеллируют к гражданам. И не безуспешно. Слова поддержки в адрес Парижского климатического соглашения последние несколько дней звучат в самых разных местах. Канадский премьер Джастин Трюдо решает напомнить о важности соглашения во время плавания на каяке. А немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль в рамках визита в Россию. Я был министром окружающей среды и помню, как много мы работали, чтобы наконец убедить США. Что самое важное в защите климата? Беречь энергию. Это хорошо для экономики. В Еврокомиссии пытаются найти поддержку соглашения среди бизнеса и политиков США. 29 статей Парижского соглашения не будут повторно обсуждаться. Они будут выполнены. Также мы намерены достигать цели с помощью партнерства. С гражданами США, американскими компаниями, сообществами, штатами. И уже есть первые результаты. 12 штатов создали альянс США по климату. А лидеры более 200 американских городов объявили себя мэрами климата. Открытое заявление о том, что они не выходят из соглашения, подписали 1200 бизнес-лидеров. В том числе и такие гиганты, как Google, Apple, Facebook и Microsoft. А калифорнийский губернатор сравнил угрозы от климатических изменений с фашизмом. Угроза климатических изменений имеет иную природу, чем фашистские силы, которые когда-то угрожали миру. Но результаты могут быть даже более разрушительными. Парижское соглашение – плохая сделка для США. Так аргументировал свое решение Трамп. Франция в ответ переделывала ролик Белого дома. Выйти из соглашения – это плохая сделка для США. Откорректировали видео во французском МИДе. И объяснили. На самом деле, американцы тратят на поддержку зеленых инициатив меньше, чем многие страны ЕС. Французский президент перефразировал знаменитый лозунг Трампа о величии Америки на «Давайте сделаем нашу планету снова великой». Гелена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Украину ждет большое будущее, если она сумеет побороть коррупцию. Так считает бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В Киеве известный американский политик. Он приехал с публичной лекцией по приглашению фонда Пинчука. Республиканец призвал начать антикоррупционный марш в Украине с высших эшелонов власти. Напомню, Джулиани – один из самых успешных мэров Большого Яблока в этой должности с 1994 по 2001 год. Он эффективно занимался борьбой с организованной и экономической преступностью в Нью-Йорке. Украину ждет невероятное будущее. У вас богатые природные ресурсы, предприимчивые и работящие люди. А еще теперь вы обрели свободу. У вас есть все, чтобы стать успешными. И единственная преграда – это коррупция. Коррупция должна быть исключением, а не правилом. И чтобы от нее избавиться, нужно начинать борьбу в высших эшелонах власти. Дональд Трамп намерен восстановить отношения США и России. Об этом журналистам рассказал американский госсекретарь Рекс Тилерсон во время своего визита в Новую Зеландию. По его словам, президент лично попросил приложить все усилия, чтобы стабилизировать натянутые отношения и найти точки соприкосновения. К слову, Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже 7-8 июля в Гамбурге, где в это время будет проходить саммит Большой Двадцатки. Об этом сообщил пресс-секретарь. Президент РФ Дмитрий Песков. Президент ясно дал мне понять, Россия важный глобальный игрок, а наши отношения с ней на очень низком уровне и продолжают ухудшаться. Поэтому президент попросил меня начать процесс возобновления отношений с Россией. Сначала посмотрим, сможем ли мы стабилизировать их, а потом определим сферы взаимных интересов, чтобы выйти на новый уровень доверия. В Минске завершилось заседание трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации на Донбассе. Главным во время переговоров стал вопрос безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарко Олифер. Украинская сторона настаивала, чтобы на оккупированных территориях отказались от рейдерского захвата украинских предприятий, а представители ОБСЕ получили к ним беспрепятственный доступ. На заседание удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в Ордло воду, а также за реконструкцию моста в станице Луганской. Я призываю стороны безотлагательно подтвердить свою поддержку этого проекта и обеспечить в нужное время условия для его реализации. В АТО серьезное обострение на Луганском направлении с самого утра боевики не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелой артиллерии. Один украинский военный сегодня погиб вблизи Крымского, 14 были ранены. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Сидим мы на лавочке, потом взрывы, выстрелы, все по домам. Так вчера вечером под обстрелом дети разбегались по домам. От неожиданности даже испугаться не успели. Сергей с сестренкой на руках, как и учили в школе, искал ближайшие укрытия. Там, где много деревьев, прятаться. Дети Новолуганского не привыкли к обстрелам, но за последний месяц обстановка обострилась и родители ужесточили правила. От поворота до поворота разрешили гулять. Нина Ивановна под салют из зенитной установки вчера отметила свой 83-й день рождения. Сидели, как загудела, зафистела, заревела. Мы текать в калидор. Все трусилось вот так вот, все. Не то, что сердце выскочило бы. Когда-то серая зона, куда могли заходить боевики уже полгода, как Новолуганская за спинами военных. Но наемники все чаще, говорят армейцы, открывают огонь по селу. Они по их позициям. С АГС стреляли зениток. И ни с того ни с сего начали стрелять, подпалили дом у людей. Стреляли за рекой, здесь их позиции. Стреляли не сдалека, там 2 километра. Есть какие-то мобильные группы, которые приезжают прямо на их позиции. Оттуда отработали. Причем вот такие вот мерзопакостные стрельба. А это целенаправленная стрельба. Уже начали гореть хаты. Пошел дым. Надо быть абсолютным дятлом, чтобы вот так вот на расстоянии, куда ты стреляешь. Ты же видишь, куда ты стреляешь. Это однозначно сознательное такое совпадение, что сегодня день едности. Это не совпадение. Так уверены военные. Боевики пытаются настроить местных жителей против армии. Спровоцировать конфликт. Сгоревшая пристройка дома. Пожар в гараже. Убитый домашний скот. В этот раз, несмотря на то, что люди были на огородах, а дети на улице, к счастью, обошлось без жертв. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко призвал активизировать вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он говорил с действующим председателем этой организации Себастьяным Курцем. Президент отметил, атаки боевиков участились, причем целью обстрелов все чаще становятся гражданские объекты, в частности школы. Нападением также подвергаются и члены миссии. К тому же им ограничивают доступ к объектам на оккупированных территориях. По словам Порошенко, таким образом противник пытается полностью вытеснить мониторинговую миссию из региона. Гектары чиновникам в Черновицкой области землю на берегу Днестра втихую выделили не ветеранам АТО, а депутатам и судьям. Куда смотрели правоохранительные органы, и что в свое оправдание говорят местные власти, расскажет Ольга Паломарюк. Объявление о продаже земли возле Днестра жители села Кормань увидели в интернете. Никислава предлагал купить участок за 5,5 тысяч долларов. Пропонуют послуги 143 тысячи гривен, або 5,5 тысяч долларов. Они находятся в межах водословища, 50-60 метров до него. Есть государственные акты, выгодят у них все, как должно быть. Местные жители говорят, что уже десятки лет здесь сельское пастбище. Кто дал разрешение на продажу и приватизацию? В сельсовете отвечать на эти вопросы отказались. Тогда селяне решили провести расследование. Мы взяли эти списки. Например, я не вижу никакого названия в этом списке, чтобы они были местные жители. Есть информация, что это жители области, района, работники правоохранительных органов, администрации. Всего в списке 70 участков общей площадью более 10 гектаров. И все исключительно на берегу Днестра. Наши депутаты начались, нашим головой тоже приняли, сделали сессию, приняли решение, чтобы было 4 гектара земли. Тихо, лихо так вот забрати с собой и раздать всю остальную землю районным чиновникам. Мы там не знаем. Вот это буквально люди знали и уже поднялись. Возмущенные селяне вышли на акцию протеста. Увидев толпу, чиновники и администрации срочно собрались на совещание. Начальник районного отделения госгеокадастра отчитывается. Новых владельцев участков не знает и пеняет на председателя сельсовета. Дескать, именно она распоряжается землей. На земельной отделке есть решение сессии сельской рады, что они дают сгоду, чтобы всем людям передать власть. То есть без сельской рады никакого решения никто не принимает. Причастна к этому сельский голова или нет, узнать нам не удалось. На рабочем месте ее не оказалось. Разобраться с ситуацией пообещали в прокуратуре. То, что сотрудники могли получить участки, там не исключают. В районе уже собирают инициативную группу. Активисты уверены, выделение земли не обошлось ни без сотрудников госгеокадастра, ни без сельского головы. Они намерены докопаться до правды и наказать виновных. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Вы смотрите подробности и вот, что у нас во второй части. Дважды в одну воду. Возможно ли реанимация газового дела Тимошенко? Теракт в Тегеране. Кто атаковал здание парламента и мавзолей в центре города? Подозреваемый в покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амины Акуевой арестован на два месяца. Такую меру пресечения сегодня избрал суд. Напомню, в минувший четверг Осмаев и его супруга Акуева встретились на Подоле в Киеве с человеком с документами на имя Александра Дакара, который выдавал себя за журналиста французского издания «Лемонт». Он несколько раз выстрелил в Осмаева, после чего Амина Акуева открыла огонь в нападавшего из наградного оружия. Оба раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. В киллере опознали россиянина по прозвищу Динго, который якобы близок к Рамзану Кадырову. Таким образом ему удалось оформить... Каким образом ему удалось оформить украинское гражданство, в Министерстве внутренних дел не объясняют. Продолжение эпопеи. Сегодня в Соломинском суде Киева слушали дело Романа Насирова. В чем на этот раз обвиняют отстраненного фискала и почему 100 миллионов внесенного залога хотят отдать государству? Разбирался Богдан Вербицкий. Очередное заседание по делу экс-фискала Романа Насирова состоялось сегодня в Соломинском райсуде города Киева. Но вот слушание в этот раз проходило как раз не по обвинению в денежных махинациях. 6 березня 17-го года национального антикоррупционного оборота специализованной антикоррупционной прокуратуры на дешевле листов до полноваженного офицера национального агентства с борьбой с злочинностью в Великой Британии, с которым Роман Насиров представил национализованную гражданину Великой Британии на травм 2012-го года и властником британского паспорта. Цена такой ошибки. Насирова может стоить его семье 100 миллионов гривен внесенного залога. Ведь САП и НАБУ требуют перечислить всю сумму в госбюджет. Напомню, в начале марта залог за экс-фискала не слежена и тесть. По 50 миллионов гривен каждый. Я внес состава 80-50 миллионов гривен. С одной точки зрения, все, что здесь было, это больше похоже на театр в суде. Защита Насирова уверяет, никакого английского паспорта и в помине нет. Более того, адвокаты чиновника допускают, сведения антикоррупционеров могут быть неправдивы. Против данных движений на сторону заговора, на нашу думку, взагально, есть подвертох видны и не грунтуются на положении чиновного законодательства. Материалы этого проведения, которые нужны в вашем вопросе, не есть. То есть, мы констатуем факт того, почему прихованный документ, который должен находиться в материалах проведения. Не совпадают, по словам Насирова, и обвинения в несвоевременной сдаче украинского заграничного паспорта. Экс-чиновник уверяет, он просрочен. Действительно ли просрочен паспорт? И если у Насирова британское подданство разбираться будут уже завтра, заседание все в том же Соломенском суде продолжит уже в 10 часов утра. Богдан Вребицкий, Андрей Кузнецов, Анна Каменева. Подробности, телеканал Интер. Старобельский районный суд Луганской области продолжил сегодня заседание по делу экс-нардепа Александра Ефремова. Судьи заслушали показания генерал-майора Александра Петруленича, который возглавлял управление СБУ в Луганской области на момент захвата здания 6 апреля 2014 года. Он заявил о непричастности к этому Ефремову. Напомню, на предыдущих слушаниях некоторые свидетели обвинения заявляли о давлении на них со стороны прокуратуры. В частности, экс-глава Новоайдарского совета утверждает, что его трижды принуждали давать ложные показания. Таким образом, свидетели, которые занимали на тот момент серьезные должности в областной службе безопасности Украины, мы видим, что народный депутат Ефремов не причастен ко всем вот этим событиям, которые происходили в Луганской области. Напомню, Ефремова задержали 30 июля минувшего года. Обвиняют его по пяти статьям, в том числе и в посягательстве на территориальную целостность страны. Суд по существу длится уже почти полгода и пока безрезультатно. А вот суда над Юлией Тимошенко по газовому делу, скорее всего, не будет. По крайней мере, в антикоррупционной прокуратуре утверждают, что не могут взяться за это расследование, несмотря на требования некоторых народных депутатов проверить контракт. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий. По его словам, за одно и то же преступление дважды не судят. К тому же НАБУ не может расследовать это дело и еще по ряду причин. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в столице Ирана. В результате атак на здание парламента и мавзолей Айтолы Хамиини в Тегеране погибли люди. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Информация из Тегерана ввиду закрытости этой страны и отсутствия там журналистов, мировых СМИ поступает крайне противоречиво. Иранское агентство Тасним передает, что все началось с нападения на парламент. Несколько боевиков ворвались на первый этаж и открыли огонь по людям, которые там находились, стреляли из автоматов и пистолетов. Сразу после этого на место происшествия прибыли полицейские и представители корпуса стражи Исламской революции, которые оцепили здание по периметру. Очевидцы сообщают, что изнутри доносились звуки перестрелки и взрывы. Есть также свидетельства, что экстремистам удалось захватить заложников. Мы стояли вот здесь и слышали, как полицейские сообщили, что в парламент ворвались пять человек и открыли огонь. Одного из них застрелили на наших глазах, его увезли в больницу. Я шел в больницу и вдруг услышал выстрелы. Тут же подоспела полиция, они перекрыли улицы и до сих пор здесь нет прохода. Вскоре государственное телевидение Ирана сообщило о том, что нападавшие обезврежены, но через полчаса после нападения на парламент произошел еще один теракт. На этот раз экстремистам удалось проникнуть в мавзолей Айталы Хамини, основателей Исламской республики. Два автоматчика открыли огонь прямо внутри усыпальницы, после чего террористка-смертница подорвала себя. Власти сообщают о том, что им удалось обезвредить еще одну группу террористов до нападения. Данные о погибших очень сильно расходятся. Только из официальных источников стало известно, что убиты 12 человек и более 40 получили ранения. Ответственность за эти теракты взяло на себя Исламское государство. Его представители даже опубликовали видео этих атак, видео из парламента. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Тем временем разведка США полагает, что вышла на след организаторов катарского кризиса. Какую сенсационную версию сегодня озвучили в эфире телеканала CNN. Подробнее в сюжете. За катарским кризисом может стоять Россия, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Спецслужбы якобы считают, что именно российские хакеры две недели назад взломали сайт катарского государственного информационного агентства. И разместили на нем сфабрикованный материал, который спровоцировал недовольство арабских стран. В этой публикации цитировали Эмира Катара, который якобы положительно отзывался об Иране и Израиле. Кто именно стоит за хакерами, телеканал CNN не уточнил. ФБР и ЦРУ эту информацию вообще не комментируют. А в России уже заявили, все подозрения безосновательны. Я думаю, что CNN, как и некоторые другие средства массовой информации, не вполне достойные носить это звание и являющиеся скорее средствами массовой дезинформации, они только и ждут какой-нибудь истории такой с душком или какого-то скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны. Тем временем катарский кризис только обостряется. Вот картина сайта Flightradar. На ней хорошо видно, что самолеты крупнейшей авиакомпании региона Qatar Airways теперь вынуждены менять маршруты, минуя территорию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти страны закрыли свое воздушное пространство. А это уже наземная граница Саудовской Аравии с Катаром. Она тоже на замке. Сотни грузовиков с товарами стоят на парковке. В магазинах Катара полки еще не пустые, но дефицит товаров уже чувствуется. Не хватает свежей курятины. Мы едим ее довольно часто, поэтому сейчас ищем другие варианты. Не хватает также свежего молока. Как можно быстрее урегулировать кризис, стороны призывают Европа и США. Тем временем сегодня дипломатические отношения с Катаром разорвала еще одна, девятая страна – Мавритания. Ирина Иванова, Татьяна Лугунова, подробности телеканал Интер. Кто перещеголял японцев и создал таки летающую машину? Где построили самый маленький дом в мире? И какие экспонаты попали в коллекцию музея неудачи? Об этом и не только в нашем обзоре. Кокаиновый багаж. Контрабандистка из Китая пыталась ввести в страну чемоданы из наркотика. Их цвет показался подозрительным во время прохождения таможенного контроля. Когда чемоданы опустошили и поставили на весы, оказалось, что они весят больше 10 килограммов каждый. Экспертиза подтвердила изготовленный из чистейшего кокаина и специальной суспензии, при помощи которой наркотик спрессовали, придав форму чемодана. Летающая машина – не фантастика, а реальность. Такой автомобиль сконструировали в Чехии. Новые чудо техники способны развивать скорость в воздухе до 180 километров в час. Внешне машина похожа на небольшой вертолет. В салоне места для двух человек. Приблизительная цена такого летающего аппарата – 60 тысяч долларов. Чехия уже получила заказ на изготовление нескольких таких автомобилей до 2020 года. А в Уэльсе изобретательные инженеры-строители похвастались самым маленьким домом в мире. Им удалось поместить на площади 12 квадратных метров спальный уголок, кухню, ванную комнату и туалет. Стены сделаны из березовой фанеры и утеплены овечьей шерстью. Освещается и обогревается мини-дом электроэнергии и солнечных батарей. Желающим обзавестись таким жилищем придется выложить 14 тысяч долларов. Музей неудач открылся в Швеции. Среди 60 экспонатов только аутсайдеры. Зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, прозрачная пепси и кофейный напиток от Кока-Колы. А также переводчик собачьего лая и туалетная вода от производителя мотоциклов Харли Дэвидсон. Продукты и товары, которые оказались провальными, в одну коллекцию мудрился собрать 43-летний психолог Сэмюэль Уэст. Это все новости на сегодня. Спокойного вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok